Приветствую, друзья! Давайте поговорим о мобилизации иммобилизованных. Тема сложная, но снова актуальная в последнее время. Жены и семьи иммобилизованных массово требуют вернуть своих родных домой. Все там очень хотят вернуться домой, но их не отпускают. Забрали как в рабство людей, и они не могут оттуда выбраться. Вот говорят, до окончания СВО. А когда оно закончится, непонятно. Они проводят пикеты, пишут петиции, подают заявки на митинги, оставляют свои просьбы в комментариях под выступлениями глав региона. Количество поисковых запросов о возвращении иммобилизованных растет с каждым месяцем. Мы делаем выводы, что наша журналистика, СМИ и прочие средства массовой информации просто проплачены и контролируются сверху. Все неугодное удаляется. В чем причина происходящего? Какая сейчас ситуация с мобилизацией? Когда призванные на фронт смогут вернуться домой? И какое влияние это оказывает на вашу жизнь, даже если вы не попали под мобилизацию? Если коротко, мобилизованные – это личные боевые холопы Путина. Мобилизация не имеет срока окончания. Существует весьма серьезная вероятность, что если не будет протестов, то мобилизованные вернутся домой не раньше, чем Россия избавится от Путина. И да, каждый может попасть в число мобилизованных. Но обо всем по порядку. Путин объявил мобилизацию 21 сентября 2022 года. К этому моменту украинская армия уже освободила Харьковскую область. Путинские войска готовились уйти из Херсона. Украинцы начали регулярно использовать поставленные им хаймарсы, которые позволяли наносить удары глубоко в тыл и нарушать снабжение российской группировки на юге Украины. А главное, российской армии сильно не хватало личного состава. 28 октября Шойгу отчитался о мобилизации 318 тысяч человек. Мобилизованные приравниваются по закону к контрактникам. На момент объявления мобилизации контрактникам платили не менее 195 тысяч рублей в месяц. Сейчас это около 204 тысяч рублей. Плюс существенная единовременная выплата. Мобилизации, на словах, подлежали граждане, состоящие в запасе, с военными специальностями и опытом службы в вооруженных силах. При этом гарантировалась дополнительная военная подготовка. И при этом круг подлежащих мобилизаций законодательно закреплен не был. В реальности призывали всех подряд. И негодных к службе по здоровью, и многодетных. Повестки присылали даже давно умершим людям. Мобилизованных плохо кормили, оставляли спать на улице, заставляли покупать себе обмундирование и аптечки. Нас никто не накормил. Сказали спать на улице. 500 человек, 700-500 человек просто находятся на улице. И вот в таком виде, не обученных, не одетых, часто даже без патронов, мобилизованных отправляли на фронт. Где они, естественно, и становились легкой мишенью для украинской армии. Нас бросили! Нас просто кинули! Как кусок мяса на растерзание врагу! Например, в новогоднюю ночь под Макеевкой только в результате одного удара ВСУ погибли около 150 мобилизованных. Здесь надо сделать отступление и сказать одну очень важную вещь. Я четко разделяю тех, кто пошел на войну против Украины сам, и тех, кого насильно призвали. Если человек добровольно, за деньги или по убеждению взял в руки оружие и направил его против Украины и украинцев, он преступник. Такие люди мне не интересны, во всяком случае, пока они не сложат оружие и не раскаются. И хотя во власти, в демократической России будущего они, безусловно, будут кем-то представлены, ну мы же не можем куда-то выкинуть миллионы сограждан. Я их политическим представителям быть не готов. Иное дело, мобилизованные. Или те контрактники, которые заключили контракт до войны, а потом были лишены возможности его разорвать. Эти люди жертвы путинского режима. Да, если они взяли в руки оружие на территории Украины, они совершают преступление. Да, они будут нести за это ту или иную ответственность. И я их в этой части не оправдываю. Но, несмотря на все это, сейчас они нуждаются в политическом представительстве и в объяснениях, как им покинуть войну и вернуться домой. Это нужно им, это нужно их семьям. Это нужно России, в конце концов, живые мужчины, мужья, отцы и сыновья, которые будут работать на общее благо, а не умирать в мерзлом окопе ради путинских фантазий. И, в общем-то, это нужно украинцам. Ведь чем меньше российских солдат останется на фронте, тем легче Украине будет восстановить свои суверенитеты и территориальную целостность. У мобилизованных есть возможность покинуть армию. Сотни мобилизованных подали в суд на незаконность мобилизации. 52 человека выиграли суды и вернулись домой. В начале 2023 года официальная цифра мобилизованных, которых отправили по различным причинам домой, 9 тысяч. Но, уже попав на фронт, уйти из армии сложно. После объявления мобилизации сотни тысяч молодых людей покинули Россию. Рейтинг Путина сильно просел, а уровень одобрения войны заметно упал. Мобилизация стала очень серьезным политическим кризисом для власти. Именно поэтому мобилизация не стала всеобщей. Но также поэтому уже мобилизованные могут не вернуться домой никогда. Для войны нужны солдаты. Сколько бы танков, снарядов и ракет не было у Путина, ему все равно нужны люди. Молодые и не очень мужчины, которые будут идти в атаку и погибать под огнем противника. Конечно, войну Путина поддерживает его готовность щедро платить добровольцам, готовым идти убивать и умирать. Зарплата на фронте во много раз больше средней зарплаты в регионах. Но количество желающих воевать даже за такие деньги ограничено. Когда заканчиваются добровольцы на подписание контракта, агитируют мигрантов и должников. С лета этого года начались массовые облавы военкоматов на мигрантов, получивших паспорта в Российской Федерации. Самый громкий рейд 20 октября 2023 года в мечети в Котельниках. В военкомате заставляли угрозами подписывать контракт с Минобороны. Мигрантам, подписавшим контракт, обещают гражданство в упрощенном режиме. Но добровольцы, мигранты и даже заключенные, готовые ехать на фронт, их оторванные головы и конечности заканчиваются. Поэтому те, кого властям уже удалось затащить на фронт, имеют мало шансов вернуться домой. Путинский указ о мобилизации бессрочный. Это призыв на службу до окончания войны без временных рамок. Этим же указом контрактникам запрещено увольняться до окончания войны. Кстати, даже у зэков из ЧВК Вагнера условия были лучше. Они, в отличие от мобилизованных, через полгода службы могут уйти, получив помилование и денежные выплаты. Путин не скрывает, что не собирается отпускать попавших на фронт мобилизованных. Закон не предусматривает конкретных сроков. И исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама специальная военная операция. Слова Путина подтверждает глава Комитета по обороне Госдумы Картополов. Мобилизованные не смогут вернуться домой до конца войны. Но вообще-то окончание войны и не планируется. Военные траты растут. В бюджете на 2024 год на военные нужды выделены рекордные 10 триллионов рублей. Треть всего федерального бюджета. Экономика страны тоже, очевидно, перестроилась на военный лад. К тому же цели войны и условия ее окончания сформулированы так размыто, что воевать можно вечно. Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. На мой взгляд, для Путина война это не средство достижения целей, а сама цель. Он воюет не для захвата территории или установления марионеточного режима в Украине. Хотя от этого он, конечно, не откажется. Путин воюет, потому что только само состояние войны позволяет ему сохранять власть. А это значит, что война не закончится до тех пор, пока не сменится режим. Если закончится война против Украины, то начнется с кем-то еще. И с кем бы война ни была, мобилизованные контрактники с бессрочным контрактом будут оставаться на фронте. Ведь держать на передовой тех, кто уже там, намного легче, чем заманивать деньгами новых добровольцев или проводить еще одну мобилизацию. Хотя рано или поздно такая мобилизация, скорее всего, будет. И тогда бессрочными солдатами, рекрутами 21 века станут те, кого сейчас мобилизация еще не коснулась. В настоящий момент родные и близкие мобилизованных в массе своей выступают с подчеркнуто лоялистских позиций. Мол, мы не против власти, мы не против войны, мы лишь хотим, чтобы наши мужья и сыновья вернулись домой. Ну или воевали в более комфортных условиях. Эта позиция является проблемой для многих представителей российской антивоенной демократической оппозиции. И правда, как можно поддерживать или предлагать политическое представительство тем, кто разделяет ценности войны и лишь хочет, чтобы ее тяготы были распределены на других более-менее равномерно? Но я скажу как. Мы, антивоенная демократическая оппозиция, должны донести до людей, которые бьются за своих родных и близких мобилизованных, что единственный способ их вернуть – это полное окончание войны. Чтобы остановить, а не приостановить, а вот полностью закончить войну, нужна смена путинского режима. Сумеем убедить людей, а у нас должно это получиться, потому что мы говорим правду. И тогда требования и взгляды родственников мобилизованных кардинально изменятся. Счастливо вам. Не Путин закончит войну, а уход Путина. Продолжение следует...